Всем привет! Перед просмотром просим подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Сегодня с 12 часов ровно в Москве прощаются с певицей Валентиной Легкоступовой, которая ушла из жизни 14 августа вследствие серьезной травмы головы. Церемония проходит на Троекуровском кладбище. В большом траурном зале с певицей прощаются близкие и друзья. Одним из первых на церемонию приехал телеведущий Андрей Малахов. Шоумен был лично знаком с Легкоступовой, не раз приглашал ее стать героиней своих программ. Уже известно, что Валентину Валерьевну кремируют. Оказывается, певица ранее выражала такое желание. Об этом рассказал ее супруг яхтсмен Юрий Фирсов. Валя просила, чтобы я лично развеял ее прах над Тенерифес-яхтой. Клянусь вам в этом. Она все время говорила мне это, с момента наших первых встреч. У нее были такие дикие боли, поэтому она просила сжечь себя после смерти. Человек иногда проговаривает такие вещи, не понимая ничего. Никто из нас ведь не бессмертен, делился 57-летний избранник звезды. Поклонники артистки, наряду с ее коллегами и родными, несут цветы к гробу. К слову, семья Легкоступовой поначалу не хотела пускать на церемонию посторонних. Родственники не желали, чтобы кто-то фотографировал покойную певицу. У ворот кладбища дежурит скорая. Медики оперативно оказали помощь матери Легкоступовой, Галине Ивановне, которой стало плохо в разгар траурной церемонии. Среди коллег Легкоступовой были замечены Феликс Церикати, Светлана Лазарева, Михаил Муромов, Ирина Грибулина и многие другие. Юрий Фирсов не находил себе места от горя. Всю церемонию он просидел поодаль от родственников супруги. К слову, они до последнего не разрешали ему проститься с Валентиной Валерьевной. На кладбище также присутствовал экс-супруг певицы Алексей Григорьев, отец 19-летнего Матвея. Их брак с Легкоступовой был довольно долгим, но все же пара рассталась. Он начал выпивать. Кроме того, Алексей не ужился с моей дочкой от первого брака. Он даже запрещал ей жить с нами вместе. «Я долго терпела, но однажды поняла, что надо расставаться», — говорила Валентина.